Завтракают в школьных столовых в нашем городе около полутора тысяч детей. Большинство из них ученики начальных классов. В основном родители оплачивают питание через портал «Умный Саров», выбираясь предложенных вариантов, чем их ребенка будут кормить сегодня. Дети с ОВЗ получают завтраки и обеды за счет субвенций из областного бюджета. С 1 сентября кормить бесплатно будут около 4 тысяч учеников начальных классов. Глава администрации Алексей Головев провел совещание с участием представителя муниципалитета, Департамента образования и комбината школьного питания, чтобы выяснить, готовы ли городские службы к переходу на такой режим. Инфраструктура школьного питания в полной мере не просто сохранена в школах, но и в последние годы она была существенно модернизирована. Оборудование, которое позволяет приготовить качественные обеды, завтраки. Все, что необходимо для того, чтобы дети это питание получали в условиях школьных столовых, все есть. До апреля 2019 года школьники получали завтраки бесплатно, но затем питание стало платным. Такое решение вызвано постановлением правительства номер 220, которое запрещает финансирование таких расходов и средств муниципального бюджета. В среднем в год завтраками кормили около 8 тысяч юных саровчан. Несмотря на то, что количество детей, получающих питание в столовых, резко уменьшилось, администрации удалось сохранить комбинат школьного питания, который и обеспечивал учеников горячей едой. Осталось оборудование и весь коллектив. КШП полностью готов выполнить свои обязательства. Мы КНО не используем, не используем никаких трансжиров. То есть это дети и продукты, в общем-то, закупаются и закупаются. Все дают отчет себе. И там проходит трехступенчатый контроль. Контроль у нас на входе, затем контроль и в школах. В каждой школе медсестра, значит, ни одна партия питания не проходит. Значит, на раздачу не сделав и прокиравший. Администрация работает над переходом на бесплатные завтраки учеников начальной школы в плановом порядке. Сейчас решает вопросы с составлением нормативных документов и выделением финансирования. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.